Добрый день. Я хочу рассказать быстренько про нашу компанию GetGoing. Мы предлагаем самые дешевые билеты на путешествия по воздуху. Работает этот следующим образом. Очень нестандартная модель. Вы выбираете не одну точку назначения, а две. Вот, например, как здесь Майами или Мауи. То есть представьте себе, вы хотите поехать на пляж и хотите получить очень дешевые билеты. Для этого вы выбираете две точки назначения, выбираете два полета по одному в каждую точку, какие хотите. Мы берем два этих полета и выбираем случайным образом один из них и продаем его. Вернуть нельзя. Но в любом случае, какой бы полет ни вылетел, пользователь получает очень большую скидку. Вот здесь бордовеньким нарисовано. Скидки там по 30-40%, о которых мы договариваемся напрямую с авиалиниями. И вот тут показаны картинки привлекательные с водичкой и пальмами. Но пользователь не знает, какой из этих водичек вылетит в обмен на большую скидку. Почему это работает? Во-первых, количество непроданных билетов огромное. Это индустрия размером в 215 миллиардов долларов. Примерно 20% сидений всегда летает пустыми. И причина, по которой они летают пустыми, это то, что авиалинии сильно поднимают цены, чтобы продавать билеты деловым путешественникам. Для делового путешественника такая модель, очевидно, работать не будет, потому что такому человеку нужно попасть в определенное место для того, чтобы навестить клиента, офис компании и так далее. С другой стороны, для туриста такая модель работает примерно в 50% случаев, потому что турист думает, я поеду на пляж или я поеду в Европу или что-то в этом духе. И в обмен на это мы предоставляем большие скидки, даем выбор разных точек назначения с красивыми картинками. Ну и люди любят лотерею, поэтому это своего рода лотерея по выбору из двух точек назначения. Те технологии, которые мы используем, здесь мы пытались архитектурствовать так, чтобы, поскольку система довольно запутанная, чтобы логические составляющие этой системы были разнесены физически, и коммуникационный механизм был явно представлен. То есть то, что мы делаем, мы разносим их по разным приложениям, и эти приложения друг с другом общаются через message queues или через cache. Наша платформа – это Heroku. Некоторые сервисы вынесены на Amazon Web Services. На фронтенде мы используем Backbone. Ну, естественно, мы пишем это на Python, иначе мы бы здесь не были. Postgres, Heroku-овский Postgres. Кешинг используется вдоль и поперек. На DevOps мы и на процесс разработки обращаем серьезное внимание. Только что мы подключили continuous integration через Jenkins, и для Code Reviews мы используем фейсбуковский фабрикатор. Буду рад рассказать более подробно вне пяти минут, которые мне здесь дали. Немножко про компанию. Мы находимся в Сан-Франциско, открываем офис разработки в Киеве. Наши инвесторы. Юрий Миллер, Lightbank, который был компанией-основателем Groupon, киевский TA Venture. Немножко про основатели компании. Наш CEO – Harvard MBA Bain. Мой background. У меня разнообразный опыт вокруг исследований и вокруг построения больших веб-систем. И это все, что я хотел рассказать. Мы активно нанимаем. У нас здесь шесть членов команды на Poicon. Поднимите руки. Ага, спасибо. Так что будем очень рады поболтать вообще про технологию и про нашу компанию в частности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ